Продолжение следует... Кошачьих любителей видеоигр. Сегодня у нас в лицплейчике в нереальной сотне игра под названием Vagrant Hearts 2. Если я правильно помню, без подсказки с сайта GameFact.com, это JRPG-шка, только сделанная на RPG-мейкере. У меня есть один подписчик и хороший друг Юра с канала Карина Хайм. Он обычно вот такие вот игрушки любит задрачивать, оценивать и всё в таком роде. Я же как-то более-менее прохладен. Но, в принципе, может быть какие-нибудь такие игрушки на канале на 100% прохождение когда-нибудь появятся. Основная проблема в том, что для них обычно гайды не пишут. И в случае, если разработчик что-то в игру внёс, какой-то элемент коллектабла, коллекционного предмета, то обычно в 90% случаев, в 80% случаев непонятно, что же надо делать, куда нажимать... Вернее, не так. Бывает, вы находите какой-то свиток и потом не понимаете, куда этот свиток использовать. И, например, есть какой-то скрытый кубик, который непонятно, как вообще активировать. И вы не понимаете. Вот. Может быть, если вы, конечно, шарите за разработку RPG Maker игр, то, наверное, вам будет понятно. Если не шарите, то окажетесь в ситуации, в которой оказывался обычно я, когда такие игры проходил. А именно, просто непонятно. Бывало, где какой коллекционный предмет находится, как его подбирать и вообще, как эту игру проходить на 100%. Вот. Ну, ладно. Давайте начнем. Нереальную сотню рубрику на моем канале. В течение часа посмотрим на эту игрушку, поиграем, пощупаем, потыкаем, посмотрим, что в ней интересного, что в ней неинтересного. Хотя это типичный представитель жанра GRPG на RPG Maker. Что тут может быть? Ну, тут, если есть проблемы, они известны. Если нет проблем, то, значит, все хорошо. Достоинства тоже известны. Вот. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если сегодня здесь первый раз. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте ознакомливаться с описанием под этим летсплейчиком. Там указано много полезной информации касательно моего творчества на Ютубе. И также указаны различные ссылочки, включая ссылочки на карту Сбербанка, Денейшин, Алёртс и Бусти. Если захотите поддержать меня финансово за мое творчество, поблагодарить, помочь мне собирать денежку там на разные штуки на донатных полосках. Вот. И, собственно, если захотите смотивировать меня пилить еще больше такого контента на канале, то милости прошу. А если на Бусти оформляете подписочку, то я предоставляю услуги, скажем так, да, за поддержку моего видео. Можете у меня заказывать какие-нибудь игры на прохождение либо на 100%, либо на обзор Первый взгляд. То есть вот с таком вот образе. Либо летсплейчиком, либо в формате стримчанского. Вот. Благодарю всех своих спонсоров, кто меня поддерживает на Бусти. Спасибо вам большое, мои дорогие, любимые катаные кошечки. Благодарю всех, кто меня поддерживает донатами либо на карту Сбербанка, либо на Денейшин Алёртс. И благодарю вообще всех своих подписчиков, которые на меня подписаны. Спасибо вам за это большущее. Вы даете мне просто все огромную мотивацию двигаться дальше, пилить еще больше контента и не останавливаться на достигнутом. Давайте начинать тогда. Посмотрим, что у нас есть. Смотрите, у нас новая игра. Продолжить или выйти из игры. Что у нас в опциях? Сменить режим отображения игры на режим оконный, аудио включено, титры и вернуться в меню. Ну давай в меню и начинаем играть. Итак. Эпилог, да? Они прямо за нами. Не останавливайся, Уайт, продолжай бежать. Пропускаются сцены нажатием на Enter, если что, да. Сдавайтесь, вам некуда идти. Я не понимаю, что вам от нас нужно. От тебя? Ничего. Но девушка очень ценная для нас. Давай, перестань сопротивляться. Нет никакого смысла наносить тебе повреждения, урон и бить тебя пощадчинами. Я никогда не сдамся. Уайт, нам нужно прыгнуть. Что? Не глупи. Ты точно умрешь. Но это единственный путь. Давай сделаем это. Стой! Невероятно. Надеюсь, они выжили. Нет. Все. Они умерли. И это самое короткое JRPG. О чем ты хочешь нам сказать, что пришлось собрать экстренное собрание, Дован? У нас здесь как бы встречи, обсуждения. И лучше бы, чтобы то, что ты расскажешь, было действительно важным. Если позволите мне говорить, то узнаете. Это о Скарлетте и Уайте. Скарлетте? А что с ними и где они? Ну, Зука... Похоже, что Зука какое-то время их уже ищет. Она их нашла. В темном Азуле. Азулеле. Азулел. В темном Азулел. Азулеле, наверное. В темном Азулеле. В темном Азулеле? Это очень... Это нехорошо. О чем вы говорите? Что такое темный Азулель? Это запрещенная земля или священная земля. Вот. Король бросил ее много веков назад. Это не очень хорошее место, чтобы... Я не думаю, что сейчас это имеет значение. Мы должны узнать их точное местоположение и отправиться их спасать. Дован. Я не знаю их точное местоположение, но Зука... Сказала нам... А, Зука это, наверное, он. Потому что... Has asked to meet with him. Значит, с ним. Он попросил встретиться с ним в чекпоинте Дамзы. Когда мы пройдем мимо леса Ice Ground. Ну, если у нас есть пункт назначения, так давайте прямо сейчас и отправимся. Один из нас должен остаться. Братство не должно быть оставлено без защиты. Ты переживаешь слишком сильно, Джансен. У нас сейчас мир. Вы все можете пойти. А я здесь буду разбираться с вещами, с которыми нужно будет разобраться. Ладно, я буду ждать вас у главной двери. Скажите мне, когда будете готовы. Так, и мы играем за девочку-послушницу. Окей, Escape это у нас статус Endgame. Закончить игру. Сохраниться. Посмотреть на статус. Так, я маг. Нормал, вообще не знаю, что это значит. ХП 577, МП 22. А вы меня, конечно, извините. Я сейчас включу Юру Карина Хайма. Сейчас минуту. Так, что за дисбаланс? Почему у мага много здоровья и мало магии? Я чем атаковать буду? Палкой, посохом, что ли? У мага должно быть больше маны. Пускай у него будет чуть-чуть меньше здоровья, но маны должно хватать, чтобы кастовать магию. Особенно на первом уровне. Все. Зарешали. Атака 28. Физическая защита 15. Магическая 6. Подожди, я правильно понимаю, что это маг? У кого магическая защита ниже, чем атака и ниже магической защиты? Сила 51. Ловкость 56. Ловкость 79. Интеллект 65. Вы меня простите, но, по-моему, интеллект должен был быть 79. Ловкость 65. А все остальное можно было оставить. Следующий опыт на 30. Эквиппинг, это обмундирование ваше, да? Книга новичка и, значит, жакет путешественника. Окей. Так. У вас 40 тез. Тез это, походу, местная валюта идет. 40 рублей, короче, будут так говорить. Крестц. Ох ты, блин. Это что? Это еще бафы какие-то будут дополнительные? Ничего себе. Финалка 7, что ли? Ну-ка, ну-ка. Так. Экипировка. Мы пока ничего поменять не можем. Так. Атака 28. Защита 15. Магическая 6. Окей. Так. Навыки. Так. Первая помощь. Подожди. То есть я владею только первой помощью. И предметы. Так. Восстанавливать 30% здоровья одному участнику. В бою, получается. Или вообще человеку. Энджел Фидер. Восстанавливает. Бессознательного, значит, члена вашей группы. То есть воскрешает. И восстанавливает 50% здоровья. Антимьют. Снимает мьют. Мэйджик Берри. Восстанавливает 30% магии. Антидот лечит от отравления. Окей. Так. Ну давай походим. Как взаимодействовать с персонажем? Пробелом. Так. Главный, короче, будет безопасности. Я не пожалею жизни, чтобы защитить его. Не переживай. А братстве. Твоя сестра и ее друг. Вот что знаю. Вот что сейчас имеет значение. Так. Верность это самое ценное качество, которым должен обладать солдат. Окей. Так, а я бегать не могу, по-моему, да? Это единственная скорость, с которой я могу бегать. То есть я пробел нажимаю. Я сейчас специально потыкал по кнопкам. Ну, вроде да, бегать я не могу. Хорошо. Так. Я слышал, Грэндмастер Элайджа подумывает о том, чтобы уйти с поста. Любопытно. Интересно, это правда или нет? Я прошу прощения, я не помню, как переводится Грэндмастер. Я знал, что мы их точно найдем, уверен. Я уверен, что с ней все в порядке, Беатрис. Мы вернем их обратно домой. Спасибо, Джансен. Я не могу дождаться, когда снова с ними увижусь. Слушай, получается, наверное, та магичка, она, наверное, которая за ними бежала, она, наверное, зла, и она пыталась взять их в плен, да? Скорее всего. То есть весь сюжет будет строиться, скорее всего, на том, то, что нам нужно будет их спасти, скорее всего, более чем уверен. И потом победить злых магов и спасти землю опять, наверное, может быть, не уверен. Так. It feels good to be admired again. Хорошо, когда тебя хвалят, я скучал по этому чувству. Эдмайртед, по-моему, заслуги какие-то. Типа, когда твои заслуги тебе про них говорят, то это, типа, похвала и тебе приятно. Ну, вроде так переводится. Так. Local Main Hall. Окей, погнали. Так, нам что с этим надо встретиться? Давай пока не будем. Посмотрим, что у нас здесь. Я рад бы, я рад снова быть в добрых руках Азулеля. Братство, наконец-то, восстановило свою репутацию. А с репутацией братства что-то было не так, да? Получается. Ну, давайте походим, посмотрим. Может быть, здесь какие-то предметы будут с самого начала. Обычно накидывают, знаете, какие-нибудь там хилочки, например. Здесь нечего особо делать, но я не могу жаловаться. Как-никак мы сражались за мир и наконец-то получили его. Так, вот эта дверь у нас закрыта. Окей, здесь у нас что? Депозит room. Депозит склад, короче, я понял. Так. Я пока не вижу... А, вижу, подожди. Подожди, вижу. Сейчас, минуту. Короче, сундуки, которые можно открывать, они отображаются вот таким цветом. Вы получили wooden targe. Это щит, наверное, для воина, который у нас будет в партии. Так, а сюда мы пройти не можем. Угу. Ну, знаете, я бы... Или мы можем пройти, но не сейчас, а потом, видите? Но, если разработчик игры сделал так, то, что он сделал, скажем так, модельку в локации и обозначил ее как какой-то выход, а там выхода на самом деле не будет, это немножко косяк. Так, можно было просто сделать, знаете, ровную такую закрытую, скажем так, текстуру, да, чтобы было видно, что там тупик. Вот. Братство существует, чтобы у людей была лучшая жизнь. Вот во что я верю. Так, чума-чемодан. Крест новичка. Интересно, что это за байда. Значит, они выжили. Я все еще не понимаю, что вообще произошло, но я рада, что мы их нашли. Так же, как и я. Уверен... Я уверен, что они объяснят нам все, когда встретятся с нами. Ну, когда мы их найдем. Угу. То есть, они, короче, сбежали. Почему? Непонятно. Так, вуден брейсер. Деревянный браслет, получается, да? Так, здесь у нас ничего нету интересного. Давай со стражником поговорим. Грандмастер Элайджа полностью... Сейчас абсолютно другой человек. Он так изменился, и это вводит... Это меня вводит немножечко в ступор. Ну, раньше он, наверное, каким-то там матерым воякой был, который вообще всех ломал. А сейчас такой спокойный человек уже состарился, и... Больше как-то пытается в дипломатию, может быть, в этом дело. Вот. Ладно, все пособирали. Пойдем тогда. Двигаем сюжетку. Надо как бы... Мы уже 13 минут просто записываем летсплей. Надо бы до боя хотя бы дойти. Посмотри, как бой выглядит. Ты уже готова? Еще нет. Ладно, убедись, что у тебя есть все необходимое, потому что это будет долгая поездка. Да, я готова. Дженсен и Силф должны тоже сюда подойти. В любую минуту. Так, мы отправляемся вчетвером, да? Всех все есть? Ну да. Как мы доберемся до темного Азулеля? Я поговорил с Грандмастером, он позволит нам воспользоваться кораблем Братства. Но как только мы окажемся там... Подожди, but once we're there... А, нет. Как только мы туда доплывем, корабль вернется обратно сюда, и мы будем сами по себе в дальнейшем пути. Ну, звучит убедительно и достаточно. Как только мы высадимся, нам нужно будет пройти через лес... Лес... Айс Граунд. Айс Граунд это ледяная земля, но просто я не хочу переводить это слово, буду говорить Айс Граунд. И затем дождаться Зуко в чекпоинте Дамза. Понятно. Погнали. Доплыли до Дарк Азулела. Азулель. Так, хотите войти в лес? Нет, подожди. Я хочу для начала шмотки. Давай, наверное, посмотрим, что у кого за навыки. Вот у тебя первая помощь. Хорошо. То есть ты хиляешь. Дженсы у нас кто? Он у нас тоже маг. У нас одна амазонка и один паладин, получается. Крусейдер это паладин, по-моему. Подожди. Маг и колдун. Ох, блин. Если бы я еще помню, чем они отличаются. Ладно. У тебя что? Фокус есть. Увеличивает магическую защиту одного из этих... Одного из напарников вашей боевой партии. Хорошо. Сильф. У тебя что? Уипс Уинг. Наносит низкий физический дамаг всем врагам. Хорошо. А Дован? У Дована скиллов вообще никаких нету, но он и танк. Так, экипировка. Беатрис. Давай посмотрим. Я могу напялить на нее щит. Щит ей еще даст 10 физической защиты и 5 магической. Но я так понимаю, что щит могут напялить вообще все, да? А, подожди. У него есть Вудентарк, Айронсворд, Силк Хэтбенд и Бригандин. А я аксессуар. Это что? Сила плюс 2. Угу. Так, у Сильфы еще Шортбоу. Вот ей можно щит поставить. Получается, Хэт есть и Сила плюс 2. Так, а Дженсен? Дженсену тоже можно щит напялить. Стил Мейз, Бандана, Тревел Джекет. А, слушай, ну давай, наверное, Довану напялим Деревянный браслет, а Сильфи, наверное, тогда щит. Пускай будет, что бы нет. То есть, физическую защиту и магическую защиту увеличим, что бы нет. Так, кресты. Вот это что у нас? Крест новичка дает заклинание Айсикл. А, любой может пользоваться, получается, крестами, да? Слушай, ну я не знаю, ну давай колдуну отдадим, наверное. Потому что, я так понимаю, крест новичка это именно боевое заклинание. И чем больше мы его будем юзать, тем получается у нас будет больше этих. Низкий ледяной дамаг одному врагу. Наверное, он его, короче, сможет заучить после какого-то количества использования, но не уверен. Давай сохранимся. Чисто по приколу. И поехали. Заходим в лес. Здесь холодно, я мерзну. Да. Подожди. This island has such climate while the sun is... На этом острове такой климат, в то время как на солнечном острове очень горячо. Жарко. Ну, вообще, по названию, я, конечно, думаю, что здесь будет прохладно, но не настолько. В любом случае, хватит болтать, давайте отправляемся. Ура! Сейчас посражаемся, ребята. Кстати, боевка тут, по-моему, не рандомная. Вам нужно накидываться на врагов, если вы хотите с ними сражаться. Давайте это сделаем. Так, битва или сбежать? Битва, конечно. Так, атака, навык, защита и предмет. А чей ход? У меня вопрос. Чей ход? А, вон, персонажи мигают, я понял. Так, ну, мне пока навыка никакого не надо делать. Давай, наверное, атакуем. Так, ты. Давай, наверное, попробуем айсикл. Так, ты, у тебя чё там? Уипсвинг, и у тебя, у тебя ничего нету, просто атакуй. Фигаси. Какой же она маг? Сука, какой она маг, если она просто физуроном одну какую-то пчелу вынесла, как делать, нехрен. Какая жесть. Не знаю, может, конечно, разработчик просто по приколу вот такую игру сделал, но, ещё раз говорю, маги-колдуны, у них физический урон, по идее, всегда маленький. Так, а можно я ледяной удар сделаю, потому что я чё-то так и пока не сделал, да, его? Намахнулся. Ноль. Ага, 79. Айсикл. Угу. Ну, вообще, я говорю, мне немножко непонятно пока тема с вот этими крестс. Если, короче, за их использование ты сможешь выучить скилл и тебе не нужен будет этот крест в экипировке, это будет хорошо. Если нет, то это очень плохо. Очень плохо. Так, атакуй. Короче, просто пока атакуем, я так понял. Физического урона вполне достаточно, чтобы выносить пока этих врагов. У меня даже визард, чародей получается, да, у меня даже чародей выносит пчёл с одного удара физурона. Ох, я чувствую, Юра Каринахайм посмотрит этот летсплей, когда придёт время и такой, ооо, как напишет комментарий, что я либо херню несу, либо, короче, я всё говорю правильно. Сука, 71. Офигеть урон, офигеть. Ребята, а можно ещё больше промахиваться? Ну, как бы, промахов недостаточно, понимаете? Я не знаю, слушай, ну, блин, ну, 10, 10 очков магии, когда ты колдун, ну, блин, вы меня извините, но нет. Как по мне, это очень странно. видите, я всего лишь два раза за амазонку провёл приём, и, короче, у меня уже закончилась магия. Нормас, нормас, слушай. Так, предметы. Чё там магия, где? И тебе давай восстановим. А, серьёзно, 30% это, ясно, это вообще ничего. Да. Ладно, мне кажется, есть какой-то дисбаланс в игре, но я не уверен, какой. Я вообще, кстати, знаете, что рекомендую? Я рекомендую такие игры вообще с читами проходить. Вот такие вот игры, они спокойно взламываются через этот чит-энжин, там просто как-то правильно нужно этот адрес для поиска значений выставить. И просто, короче, у каждого персонажа взломайте здоровье. Я вам говорю, этого будет вполне достаточно. На самом деле. И не забывайте прокачиваться, потому что, если вы думаете, то что вы будете играть с бессмертием, и этого будет достаточно ради того, чтобы вы там дошли до последнего босса завалили, нет, прокачка тоже нужна будет. То есть грин должен быть. Потому что это жрпг, ещё раз говорю. Я просто помню, я играл в какую-то игру вот такую, я пытался её на сотку для себя пройти, дошёл, значит, до последнего босса с бессмертием. И фишка в том, что я не мог его вынести. Я не мог его вынести по той простой причине, потому что у меня не хватало прокачки, и каждый мой удар наносил ему вообще мало здоровья, и я ему за трёх персонажей сносил здоровье, а он потом этот же объём здоровья восстанавливал просто хилкой, потому что у него был хил, потому что он последний босс. Ну, вы знаете эту тему, да? Вот, это проблема. А так, как бы, просто сделайте себя бессмертным, наблюдайте за сюжетом, исследуйте локации, которые здесь есть. И всё. Вот такие игры так на сотку и проходятся. Безусловно, разработчики вот таких игр, они могут, знаете, какой-то доп-контент сделать, что ли. Типа там коллекта была в секретных, где вы можете там какой-нибудь суперредкий меч, короче, выбить вообще бомбезный. Но ещё раз говорю, по большей части такие игры лучше, я, не знаю, я рекомендую проходить именно так. Если они, короче, дисбаланснутые, если вы чувствуете прям напряжение от того, что дисбаланс какой-то, но при этом всё равно хотите пройти игру, просто читерните и всё. Я вам серьёзно говорю. Что? Подожди, так я же... Ребят, я чё, заговорился, я пришёл обратно? Я не понял, подожди. Подожди, так мы ж тут были. Ну-ка, подожди, давай-ка с врагом, пока не сражайся. Я чё, заболтался, я в другую сторону пошёл? Или меня лес опрокинул? Или я не увидел локацию, куда можно пройти? Прикольно. Я настолько с вами заболтался, что, видимо, проход где-то пропустил, либо хрен его знает. Ладно, окей. Кстати, самое забавное, а в чём смысл мне получать экспу? Ну, типа, я не знаю, мне что-то за это будут давать или нет, за то, что я экспу получаю? Подожди, так я тут... Я, видимо, короче, заговорился и пошёл наверх, да? Опять? Чё-то странно, ладно. А, подожди, что это? Погоди, я пришёл отсюда, наверное, я пошёл вот так наверх, я потом с вами заговорился и пошёл направо, что ли? А мне надо налево было пройти или я вообще тупой? Ну-ка. Пройдём вот сюда. А, ну да, я вот тут и проходил. Я же вот тут прошёл, получается, я поднялся и, видимо, отвёкся на разговор. Ну, ладно, окей. Так, Ice Ground Forest 3, ну-ка, иди сюда. Вот это чё у нас такое? Похоже, здесь тоже находится злой лорд. Да, не по всему миру, Беатрис, не только в Азулеле. Поскольку мы оказались здесь, что вы скажете на то, чтобы мы прикончили его? Я думаю, что это не наше дело. Как ты можешь такое говорить? Беатрис, тебе решать. Я не знаю, слушай, я вообще не знаю, иметь ли мне смысл сейчас соваться, на тёмного лорда какого-то? Я даже не знаю, что это. Прикинь, я начну сражаться, он меня размотает. Просто с двух ударов и всё, привет. Ну, давай сохранимся, я не знаю, давай чисто по приколу сохранимся. Освободить злого лорда? Ну, давай. Так. Атакуй, а избис. Так, я так понимаю, против него навык, наверное, льда бесполезен, поэтому только физический урон. Так, ты давай випсвингом, а ты физударом. 92, 59, 39, 83. Так, ну ладно, пока держимся. Так, випсвинг я не могу, просто атакуй, просто атакуй. я так понимаю, наверное, убийство вот этих тёмных лордов, это своего рода какой-то коллектабл, да, в игре? Скорее всего. Интересно, какое у него здоровье? Я его не устану валить? Крит на 80, ну чё себе. Магичка крит физическим уроном нанесла на 80, ё-моё. так, давай, наверное, вот теперь я хильну сильфу, остальные пускай атакуют. Угу. 68, 46, ну да, чё-то он, короче, на неё позарился, и 54. Так, знаешь чё, давай, наверное, предмет. Мэйджик Берри накинь вот сюда, ты вот так атакуй. А, блин, нельзя, да? Пока фаза не пройдёт, ладно. 60, 49. О, наконец-то меня атаковали, магичку. Так, ладно, атакуем, атакуем, ты давай навык whip swing. Так, а ты вот так делай. Можно сейчас по приколу, если он выживет, я попробую его ледяной атакой атаковать, но мне кажется, что он вообще урона не получит. Более чем уверен. 54. Так, давай вот так. Ну, чисто по приколу, давайте льдом атакуем и посмотрим, прав я или нет. Не повезло. Ладно, победили всё-таки. Уру, отлично, мы получили боевую печать. Интересно, что это за хрень. Давай сохранимся, наверное, на всякий случай. что это за предмет? Аксессуар, боевая печаль, ловкость, печать, ловкость плюс 2. Слушай, у меня, наверное, амазонка больше на ловкости подвязана, я думаю. Давайте на неё, наверное, накинем, пускай будет. Так, и, наверное, мне придётся потратить, а я уже ничего не потрачу. У меня 7 хилок, ну давай, наверное, сделаем вот так, 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 и вот так. Восстановим, пускай 3 хилки останется. И магию мне восстанавливать, к сожалению, нечем, да. К сожалению. Пойдём дальше. Ну, потихоньку сражаемся с врагами, безусловно, потому что нам нужно всё равно качать персонажей. И чем больше мы качаем персонажей, тем и мощнее будем. Это типичный джерпг момент, соответственно. Я вот так и не понял, а когда у меня левелап-то будет? У меня, походу, уровень качается. А, мы уже четвёртого уровня. Просто, видите, тут уровень качается, но при этом вам никакие приколюхи за это не даются. Я не знаю, хорошо или нет. Магический амулет. Ладно, мы нашли магический амулет. Так, и кому он нужен? Беатрис, наверное, нет? Интеллект плюс два. Слушай, ну, она главный герой, но с другой стороны, у меня же Джансон, он атакующий больше колдун. И поэтому, я не знаю, блин, но я атаковать магии буду чаще, чем заниматься хилками. Давай Джансону, наверное, отдадим лучше. Чё бы нет. Пара-пам, пара-пам, пам, пара-пам, пара-пам, папа-пам, так, я так понимаю, мне, наверное, вниз. А как так получилось, то, что я сюда пришёл, и... я вернулся обратно? Неужели я, когда спустился сюда, я чё-то заболтался, и всё? Просто непонятно вообще, где я ошибся? Где я в жизни ошибся, скажите? Ой, опять медведи. Всё, валим физуроном пока что. Так, пока-пока, Мишка, пока-пока. Левелап, всё, левелап сделали, так, идём дальше. Слушай, у меня вот стойкое ощущение, что я тут был, и у меня вот прям есть такое ощущение, что я отсюда пришёл. Но не могу я, понимаете, от этого ощущения избавиться. Не могу. Ум. Так, левелап пока никто не апнул. Ну и ладно, идём дальше. Я так понимаю, мне просто нужно с леса 4 пройти в лес 1, наверное. но у меня чё-то ощущение, что я тут был. Вот серьёзно, я не могу подделаться реальное чувство. Так, пойдём дальше, посмотрим, что у нас здесь есть. Ice Ground Forest. То есть, я, наверное, получается, отсюда и пришёл, да? Но я отсюда пришёл. Вот, по-моему, ребята, я пришёл отсюда. Или нет, или я не пришёл отсюда. Как? Ладно. Так, красный крест. Что это за штука? Fireball. Не, ну слушай, ну естественно, Дженсен, ну камон. Только вот проблема в том, то что, я не знаю, я могу ещё разные или напяливать, или нет. Могу. Не знаю, мне система вот этих Red Crests пока непонятна. По одной простой причине, потому что я не понимаю. Я должен пользоваться магией, ту, которую они дают, только если я их ношу, а я не могу выучить навык. Потому что я уже дважды воспользовался, и чё-то у меня прокачки, ну типа, вы выучили этот скилл. У меня этого не было. И я чё-то переживаю, на самом деле. То, что это абсолютно бесполезно, дисбаланснутая херня в игре. Потому что, если даже, если мы используем вот эти кресты, да, чтобы выучить какую-то магию, и для этого нужно как минимум воспользоваться магией раз 20-30, то вы меня извините, у вас никакой магии не хватит. Потому что каждая магия отнимает о-ло-ло магии, маны, и это жопа. Что такое, Дован? Почему ты остановился? Тихо. Что такое? Я что-то слышу. Я тоже. Вот оно идёт. О, это звук зомби из этого. Из резика. Вот прям было слышно. Так, минуточку отойду. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 ура давно мечтал так local upstairs чё у нас здесь давайте посмотрим что это за место где я байт вот ну у нас есть только один способ чтобы это выяснить а то есть нас переключили на других героев хотите снять комнату будет 10 рублей нет спасибо я хочу понять где я уже и так это спался спасибо большое так это гостиница полярный медведь могу я вам помочь почему с ней диалогов нету ладно то есть наша главная героиня считает и бесполезно а ты уже проснулась да я в порядке но у меня небольшая и конфуз как мы сюда добрались я не знаю я только помню что мы прыгнули с водопада и затем я очнулся здесь гостиницы кто-то наверное предпринес нас сюда я подумал об этом же я решил осмотреться вокруг деревни чтобы понять могу ли я найти кого к того кто это сделал но никого не нашел ладно возможно нам следующий раз повезет возможно возможно и нет так ты чё скажешь это деревня в фениксом на это деревня скрытая в горах очень изолированное место окей так здесь ничего нету сундуков нету ни хрена абсолютно так наверх куда-то можно пройти здесь магазин зелий я так понимаю так мужчина мужчина можно мне информацию я когда-то был путешественником когда был молод но время беспощадно и ну время оказалось беспощадным ко мне и тогда я решил осесть в тихом месте подожди и я уже не могу никуда путешествовать я понял так давай наверно сохранимся посмотрим чего у нас здесь вообще есть так два персонажа это кто воин и разбойник предметы есть для экипировки ничего нету инвентарь значит для персонажей абсолютно различный окей так частный дом частно частно ограбим женщину бедную сидишь сидящую ты друг моей дочери она в эти времена вообще дома не остается их молодежь у вас вообще нет никакого чувства порядка в голове прикольно типа вот наприк ясно я прошел сквозь текстуру шкафа хотя до этого такого не было забавно я не думаю что это секретка скорее бак в рпг мейкере непродуманный вот ладно что у нас есть еще давать сюда взяли взяли личную зайдем по пьете могу я вам что-нибудь предложить выпить оставь меня балмунг странно какой-то челик ну ладно так хочешь ко мне присоединиться до выпить да не чувак мне понять сначала где я и чаще происходит так тут у нас ничего нету там у нас инструменты так вот эти два чувака я чувствую это сюжетка короче давайте сохранимся наверное с эвгеем так сделали так ты дрожишь еще не привыкли не привыкли к нашей погоде но вы дрожите не привыкли к нашей погоде если вы замерзнете советую вам отправиться в паб у нас есть много напитков которые могут вас согреть хорошо так я могу выйти из деревни могу зайти еще куда-то ну давай сюда зайдем частный дом ой опять опять ограбим частный дом так ботинки вора мой это естественно нашего вора конечно же напяливаем на уайта аксессуар рок-шус хорошо взяли так мои родители были не намного старше чем я когда они впервые приехали в эту деревню они скончались несколько лет на лет назад я так по ним скучаю понимаю дружище понимаю так родных и близких терять всегда тяжело так давай наверно вот сюда зайдем посмотрим чё по шмоткам есть я денег-то нафармил вроде как могу я вам помочь можешь чете можно продать подожди а обычные вот эти предметы они общие для всех я не понял то есть экипировка предмета меня же пол в инвентаре что-то было нет не значит короче я неправильно понял все правильно получается инвентарь включая обычные предметы расходники и включая предметы экипировки скорее всего общие для всех за кого будете играть так hill leaf magic berry я не знаю но слушай но у меня вроде магов нету ну давай возьмем наверное две штуки за тридцатку возьмем так скарлетт и white iron sword но у меня уже стоит iron sword поэтому мне не нужен окей книга новичка каменный топор непонятно для какой-то ну да каменный топор так вот эту штуку наверное надо взять для скарлетт давай возьмем бандану для уайта наверное хотя она не напялено на нем да скорее все сил к хэдбэн ту мест револ джекет не надо бригандина нет немножко странная система отображения предметов в плане экипировки вроде бы я в ней разобрался вроде бы нет то есть если вдруг на вас напялен какой-то предмет соответственно да то получается вы в магазине можете смотреть на него же то есть если выбираете бандану можете купить вам сразу показывает что она на ком-то может быть надета при условии что она на ком-то надета надета помода не одета я забыл поправьте меня в комментариях я забыл вот и в итоге мы короче сюда пришли тупо ради чего тупо ради щита для скарлетт iron sword он есть beginner букв не вообще не нужен стоун акс тоже не нужен ну получается да получается да окей ладно идем дальше тогда посмотрим сейчас к чё там с мужиками с этими может быть они сюжетные да я угадал сюжетные разума звука а ты наконец-то проснул вы наконец-то проснулись с вами все в порядке вы двое были практически но в опасном состоянии когда мы вас нашли домой в порядке а значит вы нас спасли что происходит звука я не знаю где мы и что этим людям нужно от меня было я попробую объяснить все так чтобы это было все понятно когда я пытался вразумить раз раз ему это не сработало почему вы не встретились с нами в гагает и в гостинице почему мы типа вам не стареется с нами в гостинице хорошо а можно я просто выйду и посмотрю для начала что у нас есть в локации то есть где я очутился и что мне сейчас делать у меня нет причины сейчас уходить я понял то есть независимости от того встретились бы си мы сейчас с этими колдунами или нет сам факт в том то что мы бы не смыли не смогли выйти из деревни пока бы с ними не поговорили я понял ну давай в бар зайдем окей они не и нн то гостиницы извините неправильно так и нн у нас вот здесь до гостиница и так сначала скажите где мы это темный азулл это ну по крайней мере эта часть азулл а но по крайней мере в теории это забытые земли король покинул и эти места очень много веков назад здесь нет никакой монархии и люди живут сами по себе но наверное здесь хаос творится да творится бандиты вандалы ну как ты и сказал они все здесь ладно расскажите как мы здесь очутились потому что я не знаю все что я помню это как я очнулась от холода а все что я помню викингап типа по тому ну когда я короче очнулась я почувствовал холод и меня атаковали странные люди до секты или секта наверное ну это группы магов которые производят здесь своего рода магические эксперименты в темном азуллеле и они и ты нужна была им по определенной причине скарлетт когда астарот вернулся в это место портал был создан портал и мы думаем что он петелепортировал тебя сюда это случилось со всеми это случилось со мной и с авророй также дано что насчет беатриса тельми сильфи дженсона их же не принесли сюда и мы не знаем что случилось ухрой с ними все в порядке да сказать по правде я вызвал их навстречу в чекпоинт на демзи мы должны встретиться с ними там чекпоинт демзы на юге отсюда пройдя мимо пещеры демзы я пытался убедить разиму пойти с нами но я пойду но пока мы будем идти до чекпоинта демза мне нужно найти аврору что-то ужасное с ней случилось и я должен узнать что именно аврора я объясню позже они наверное уже поджида ждут нас в этом чекпоинте нам пойти но пойдем когда будем готовы то есть все таки здесь довольно таки неплохой прописанный сюжет должен быть да понятно понятно так ладненько ребятушки мои дорогие любимые катаны кошечки я предлагаю тогда на этом закончить и потихонечку попрощаться смотрите чё по итогу вряд ли его еще раз повторю я вряд ли буду вообще когда-либо rpg игры трогать сделанные на rpg мейкере они безусловно интересны в них интересно играть но игру основная проблема в том то что у них нет этого как его там называют гайда нормального по которому можно ориентироваться если ты хочешь проходить игру на сотку потому что по-любому здесь будут какие-то скорее всего не очевидные коллекты было которые вообще непонятно на что влияют стоит ли их собирать где их использовать и все в таком роде в основной своей массе я считаю нужно шариться в исходном коде игры и если ты вдруг встречаешься с непонятным предметом ты обязательно вход игры вылезаешь смотришь чё там есть и примерно представляешь себе чё вообще происходит где вообще как этим пользоваться и все в таком роде поэтому пока что давайте я не буду вообще за rpg maker проекты браться но именно в подбор и не в подборке как нереальные сотни виде лицплея на канале у меня такое будет я надеюсь по крайней мере на этом вот а так целом игра пока понравилась я почувствовал какой-то дисбаланс но я не знаю может быть это потому что я не умею в такие игры играть вот я немножко не понимаю вот но с другой стороны возможно я как раз таки умею в них играть и я все правильно рассказал черт его знает пока не понятно в общем то спасибо вам большое что досмотрели этот летсплейчик до конца спасибо всем из вас кто на меня подписан кто поддержит меня донатами кто является моим спонсором на бусте если вы еще не подписаны на канал обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки не забывайте проявлять активность на канале и смотрите мои другие лицплейчики приходите на стримчанские всех вас люблю всех вас обнимаю держите от меня нежный кусь на прощание мои дорогие любимые котаны и кошечки ну и как сказано в одном из моих любимых фильмов увидимся когда увидимся